В Одесский военный госпиталь на этой неделе доставили раненых бойцов из зоны АТО. Солдаты поступили с тяжелыми огнестрельными и осколочными ранениями. Врачи многих прооперировали, однако для дальнейшего лечения и реабилитации нужны дорогостоящие лекарства. Ирина Стрябко далее. Вы говорите сумму, мы с вами закупаем эти препараты, либо я сам отвожу в госпиталь, либо вместе с вами. То есть это все по вашему желанию. Лучше с вами, чтобы вы видели, куда ваши деньги пошли. С тех пор, как бойцов привезли в военный госпиталь, волонтеры работают не покладая рук. Они безразличные люди, звонят для того, чтобы помочь солдатам. В больницу поступило 12 человек, двое в реанимации, один в тяжелом состоянии. Раненые распределены по профильным отделениям. Основную массу раненых представляют раненые с повреждением верхних и нижних конечностей. Ряд больных прооперированы. В настоящее время угрозы жизни этим пациентам нет. Медики говорят, что солдаты – настоящие герои. Во время хирургического вмешательства у одного из бойцов врачи извлекли инородное тело, которое удивило весь медицинский персонал. Во время операции Александра Войченко врачи извлекли из грудной клетки вот этот вот осколок. Осколок в размер с ладонь чуть не лишил бойца жизни. Однако врачам удалось его спасти. Получил ранение первого числа. Первая помощь ему была оказана в Артемовске. Затем больной был эвакуирован в Днепропетровск. И позавчера он доставлен к нам. Больному выполнена рада операции. В настоящее время угрозы жизни нет. Сейчас бойцам нужны дорогостоящие препараты. Арзол, Робилок, Октавигин и многое другое. У волонтёров большая просьба. Не покупай самостоятельное лекарство, так как многие медикаменты могут быть непригодны для лечения. Люди купили альбумин, да, без чека, без ничего. Пришли, где этот альбумин был. Если он был хоть немного в тепле, он уже негоден. А если такой препарат влить в человеку, могут начнуться проблемы. Какие лекарства нужны военным, вам подскажут волонтёры либо в аптечной службе госпиталя. На экране расчётный счёт, на который можно перевести деньги для приобретения препаратов. Ирина Стрябко, Сергей Чумаков, 7 канал.